Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели в эфире программы «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Николай Слепцов, Айден и Михаил Эверстов. Мы транслируемся в прямом эфире и к нам в студию вы можете позвонить по двум номерам. 32 00 66 и 32 11 66. У нас сегодня в гостях руководитель городской транспортной службы окружной администрации города Якутска Эдуард Юрьевич Садовников. Здравствуйте, Эдуард Юрьевич. Сегодня мы поговорим, конечно же, об общественном транспорте. Несмотря на то, что сейчас по всей стране такой бум личных автомобилей, общественный транспорт, он всегда актуален. В первую очередь в связи с экономией для нас. И вот сейчас у меня, конечно же, к вам первый вопрос. Сколько вообще маршрутов в городе Якутске и перевозчиков? На сегодняшний день у нас на территории городского округа город Якутск организовано 30 городских и пригородных маршрутов. Круглогодично у нас курсирует 27 маршрутов. Почему я говорю круглогодично? То есть у нас есть такие маршруты временные, дачные маршруты, которые курсируют направление Намцельского тракта и направление Вилюйского тракта. Всего у нас два перевозчика по пассажирским перевозкам на территории города Якутска. Это муниципальное предприятие ЕПАК, подведомственное предприятие окружной администрации города Якутска. И частные перевозчики в лице некоммерческой организации «Союз автоперевозчиков». Я хотела бы, Эдуард Юрьевич, еще узнать про вашу службу, которая буквально молодая служба. И в новостях мы периодически читаем, что ваши сотрудники, и вы сами лично выезжаете и проверяете по таймеру, по перевозкам пассажиров. Вот это вот подробнее, пожалуйста. Да, действительно, наша служба довольно-таки молодая. Вообще подразделение называлось изначально муниципальное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок». В 2021 году в декабре оно было сформировано. И в 2023 году, в ноябре, оно было реорганизовано в учреждение, которое будет заниматься не только транспортом, но и дорожным хозяйством. Сейчас у нас в штатной численности не так много человек пока идет реорганизация и продолжается. Порядка девяти сотрудников мы имеем. Сразу перед собой поставили задачи, анализируя наш общественный транспорт, нашу маршрутную сеть. Пришли к выводу, что работу нужно кратно усилять, потому что ранее такого подразделения, которое занимается специфическим направлением общественной перевозки в городе Якутске, такого подразделения не было. Теперь оно сформировано. У нас есть понятие проверки автобусов в прошлом году. И сейчас я лично выезжаю на эти проверки. Может быть, что-то мы не публикуем, что-то мы публикуем. Когда очень много вопросов нарастает у людей, мы, конечно, информацию стараемся в ежедневном порядке информировать людей. Ну, обычно это бывает, конечно же, в зимний период, когда пассажирские перевозки очень нужны для людей. Когда люди пересаживаются с велосипедов, самокатов, замораживают машины и переходят на общественный транспорт. Поэтому пассажирпорт только растет. Естественно, растет и количество, число обращений, которое поступает нам. Поэтому мы перед собой задачу ставим, чтобы обратная связь у нас была оперативная, быстрая, и реакция от администрации была с нашего подразделения. Что касается проверок, проверки у нас проводятся по графику. У нас есть понятие сезонной проверки. Мы их ввели не так давно, с прошлого года. Мы начали с весны прошлого года. Сезонной проверки есть определенный график дежурств. И сотрудники выезжают и проверяют негласно автобусы, маршруты городские. Почему негласно? Потому что, чтобы, во-первых, самим увидеть, как все есть на самом деле. То есть без предупреждения перевозчика, без предупреждения водительского состава и так далее. И после уже контрольной проверки мы уже можем вызвать и предпринимателей, и директора маршрута, и представителей союза авто, чтобы разобраться в тех или иных моментах по пассажирским перевозкам. Сейчас у нас ежедневно на проверки уходит один-два сотрудника. То есть, как правило, мы смотрим по графикам исполнения, по пассажирским перевозкам, которые еженедельно идет доклад главе города Якутска в понедельник. То есть мы тоже анализируем эти моменты. У нас есть, как вы знаете, маршруты, которые имеют не совсем хорошие показатели. Это всем известные маршруты. Ранее это был маршрут 8, который был ликвидирован. В моменте был маршрут номер 1, который мы забрали. Муниципальные предприятия ЕПАК сейчас осуществляют перевозки. Остались маршруты номер 15, двойка, 25 маршрут, который очень сильно обсуждается у населения. Поэтому мы, конечно, пристально следим за этими, в первую очередь, маршрутами. Ну и, конечно же, по жалобам, по обращениям граждан, по тем или иным автобусам даже и маршрутам, мы тоже делаем выездные проверки, потому что, ну, как бы хотим, чтобы все было объективно. То есть обращений очень много, на самом деле, поступает. Иногда они не находят своего подтверждения. То есть когда мы приглашаем или хотим выйти на человека, пассажира, то есть этот человек, ну, иногда бывает, что отказывается или совсем ситуация была не так. У нас практически во всех автобусах установлены видеокамеры в салоне. Поэтому когда мы просматриваем видео и так далее, иногда эти вещи, которые поступают, они не подтверждаются. В итоге, да? А вот когда мне отправили ваши коллеги, пресс-служба, вопросы, вот эти вот обращения, там просто за один день столько обращений я в жизни не видела, честное слово. И вот про больную вот эту вот восьмерку хотелось узнать. Там что, восьмерка, восьмерка. Верните этот маршрут восьмерка, недалеко отходя. Хотелось бы про эту восьмерку-то узнать. В итоге-то почему ее ликвидировали? Ну, немножко в историю, так скажем, зайду, да, у нас в целом маршрутная сеть города Якутска, она была создана, сформирована еще в 90-х годах, да, и более 30 лет вообще никак практически не менялась. Не менялась только в части того, что маршруты удлинялись и растягивались, да, растягивали свою протяженность. Ранее у нас выходило на линию порядка 350 единиц техники на город, да, в ежедневном порядке, да. Это колоссальный объем пассажиропотока был. Затем у нас в 19-20 году у нас настал ковид. Все мы знаем, мы сидели все по домам, и выпуск на линию автобусов в несколько кратно был снижен, да. А иногда и вообще они не выезжали там по несколько дней. Соответственно, все эти перевозчики понесли колоссальные убытки, забросили этот бизнес, да, он стал нерентабельный для них. И остались в основном местные кадры. Остались в основном местные кадры. И когда у нас ковид прошел, мы обратно встали на тот же путь, на эти же рельсы, да, то есть с этими же графиками до ковида. Но перевозчики, к сожалению, у нас не справились с этим, поскольку очень большая часть перевозчиков ушла с этого бизнеса. При этом, как вы знаете, у нас и миграционная политика усилилась, да, в целом по стране. И, допустим, граждан, если у нас раньше были водители-граждане Узбекистана, Таджикистана и так далее, да, то сейчас они неохотно сюда прибывают, потому что водительское удостоверение не действует на Российской Федерации теперь, да, в данное время. Поэтому им необходимо переучить и так далее, то есть это надо иметь какое-то вложение, да, и поэтому они не едут. Остались вот только в основном местные кадры, вся нагрузка на них. Соответственно, многие перевозчики, ну, планомерно, да, вот, даже в те годы обновляли свой подвижной состав автобусы. Естественно, автобусы — это другое удовольствие, да, приобретение автобусов. И лизинговые платежи необходимо вносить и так далее. Многие не справились с этой нагрузкой, поэтому у нас появились такие маршруты, так скажем, не очень хорошие маршруты, да, вот, 2, 15, 18, 1, 8 была, да, маршрут, и 25, да, это те маршруты, которые именно вот не справились, да. При этом у нас есть такие маршруты, которые, ну, справились с этим, да, соответственно, предприниматель же, имеющий лицензию по перевозке пассажиров, он хочет заработать. И, естественно, он переходит на более выгодный маршрут, более рентабельный. Поэтому с этих маршрутов они быстренько все, практически все разбежались. Осталось там небольшое количество людей, которые поддерживали и поддерживают до настоящего времени эти маршруты, да. Или имеешь право. Да, и вот как раз-таки по восьмерке у нас практически в течение 22-го года мы уже видели, что у него очень плохие показатели, интервалы только увеличиваются, и мы дали шанс предпринимателю, да, согласно наших договорных отношений, да, между администрацией и этим маршрутом, маршрутом номер 8, набрать достаточное количество водительского состава, привлечь предпринимателей для обеспечения графиков движения. Но год дали, ну, в течение года 23-го практически он никак не смог. Почему? Потому что у нас, во-первых, по восьмому маршруту, и в целом у нас по маршрутной сети очень много задублированных маршрутов. Что это значит? Это маршруты, которые двигаются по одной и той же улице, да, по одним и тем же улицам на протяжении большого расстояния, допустим, да. И как раз-таки у восьмого маршрута за таких задублированных маршрутах было очень много, да, то есть всех его пассажиров забирали другие маршруты, да. Поэтому, в принципе, этот маршрут не справился, и когда интервалы уже начинали доходить до 40 и 50 минут, да, а это было в декабре месяце, в декабре 23-го года, мы в моменте сразу оперативно для себя поставили и решили, что так не может быть, да, потому что это прямое нарушение договорных отношений и может постоять под угрозой жизни и здоровья нашего населения, да, если человек будет ждать, допустим, 50 минут, он может замерзнуть и так далее. Мы это не хотели, поэтому в моменте решили, чтобы запустить вот маршрут, вместо восьмерки, маршрут номер 16, да, в частности, на улицу Лонгинова, где курсировал только восьмой маршрут, и в районе респорта у нас курсировал только восьмой маршрут, мы туда направили маршрут номер один, то есть продлили его туда, то есть обеспечили транспортную доступность. Да, где-то это, может быть, получилось для людей некоторых с пересадками и так далее, да, но мы обеспечили, чтобы транспортная доступность была в соответствии с федеральным законом, поэтому сказать, что мы совсем ничего не сделали, ну, здесь невозможно, конечно. Да, остаток восьмого маршрута, ну, там оставалось буквально там шесть автобусов, да, шесть-пять автобусов, мы их распределили вот как раз-таки на первый маршрут и на 16 маршрут усилили, то есть. Получается, что это не вот так вот просто сидит окружная администрация, да, и ваша служба, и давайте уберем восьмерку, вот это не так, нужно теперь объяснить. Теперь наши дорогие радиослушатели, телезрители, нужно понимать, что просто индивидуальный предприниматель не справился с этой нагрузкой. Но окружная администрация нашла выход, и, соответственно, вот эти вот автобусы, которые на восьмерке ездили, перешли на первый и на 16, но ездят по этому же маршруту. Ну, альтернативных маршрутов много, в принципе, для восьмого маршрута имеют. Вот видите, некоторые граждане не понимают, что это не просто так вы взяли и убрали эту восьмерку, все же думают, ну, многие думают, то есть так. Ну, вот теперь картина нам ясна. Хотелось бы узнать по реформе вот этой вот автобусной, я правильно говорю, да? Да. По автобусной реформе, которая предстоит нам. Да, мы, получается, с 22-го года начали научно-исследовательскую работу по разработке новой маршрутной сети, модернизации маршрутной сети, да, в 23-м году, и мы ее приняли, эту работу официально, да, изучили полностью всесторонне, да, туда что входит? Туда входит обновление подвижного состава, да, это обустройство транспортно-пересадочных узлов новых, да, в простонародье называют автовокзалами, да, на севере и юге мы планируем, и это изменение самой маршрутной сети, и, а также это, так скажем, сам договор по перевозкам, да, то есть он будет видоизменен, мы там рассчитывали, понятно, и брутто-контракт. Что это такое? Брутто-контракты – это когда перевозчик, получается, независимо от того, сколько он пассажиров перевезет за день, да, за день, за месяц, он получит определенную сумму, то есть определенную сумму с учетом того, что ему нужно понести затраты на бензин, на гараж, на зарплату водителя, на лизинговые платежи и так далее. Да, что такое нет-то-контракты? Нет-то-контракты – это когда, вот на примере ЕПАКа, допустим, по пригородным маршрутам у нас себестоимость перевозки одного пассажира, к примеру, до старой табаги стоит 180 рублей, 185 рублей, да, а проезд сейчас стоит за наличный расчет 85 рублей стоит, да, то есть разница 100 рублей, да, и вот эту разницу мы, администрация, понятное, контрактам, выпадающие доходы мы субсидируем ЕПАКу. И также мы хотим в дальнейшем, в будущем перейти, в принципе, согласно этой научно-исследовательской работе по всем городским маршрутам. Сейчас мы для себя поняли, что, ну, вообще в целом, да, когда мы эту работу закончили, мы поняли, что, ну, это очень затратное мероприятие, в самом деле, почему? Потому что даже если смотреть по одному из пунктов, да, это обновление подвижного состава, да, один автобус у нас стоит от 15-ти тире до 19 миллионов рублей, один автобус. Нам нужно для обеспечения нормального движения новой маршрутной сети 260 автобусов. На сегодняшний день мы закупили 124, еще 260 нужно. Вот. Второй момент – это обустройство транспортно-пересадочных узлов. Ну, то есть вынести автовокзал с центра города и разделить его на территорию аэропорта, ну, в районе территории аэропорта и в районе медицинского центра тоже это требует колоссальных затрат, то есть это необходимы площадки, это нужно на теплые остановки на примерно 100-200 человек, да, и так далее. Инфраструктуру подвести, в конце концов. И третий момент – сами контракты, нет-то и брутоконтракты. То есть это, ну, требует колоссальных средств с бюджета города Якутска. К сожалению, мы в настоящее время сразу же в моменте это не можем перейти, но нет-то или брутоконтракты, поэтому мы же шли по пути поэтапного внедрения нашей новой маршрутной сети. И первым этапом мы как раз-таки рассмотрели и пересмотрели эти новые договора по пассажирским перевозкам, которые вот у нас в ближайшее время истекают. И буквально вот в этом месяце у нас уже будет объявлен новый конкурс по пассажирским перевозкам. Что туда входит в эти договорные отношения, да, новые? Мы разделили, так скажем, если мы раньше подписывали контракты и договор с каждым из перевозчиков, то есть с каждым маршрутом, это 16, 15, 8, 1, это с каждым, да, то сейчас мы будем подписывать контракты с шестью директорами маршрута. Почему так? Потому что у одного директора маршрута будет введение 3 городских маршрута. То есть мы их разделили по лотам, то есть, да, по лотам. Разделили мы их не просто так, как захотели, да, а разделили их, ну, так скажем, по справедливости и для создания условий того, чтобы у нас не было понятия бедный или богатый маршрут, хороший маршрут или плохой. Все должно быть усреднено, все должны быть одинаково, иметь одинаковый заработок. То есть в одном из лотов будет рентабельный маршрут, менее рентабельный и совсем нерентабельный маршрут. Ну, допустим, это, к примеру, 20-ка, там 25-й нерентабельный и, допустим, 6-й маршрут, к примеру, да. Соответственно, понятно, что по 25-му маршруту у нас на сегодняшний день 8 автобусов, да, и он не может сделать свои там 12 или 14 графиков выхода, соответственно, у него такие интервалы. Теперь же у директора маршрута появится возможность перекинуть резервные автобусы с более рентабельного маршрута, да, на нерентабельный маршрут, тем самым поддержав его. При этом есть такие моменты, когда на нерентабельном маршруте, в связи с тем, что, ну, пассажиропоток низкий, людей мало, да, соответственно, и заработок маленький, да, они не могут платить лизинговые платежи. Теперь у директора появится возможность перекинуть этих водителей на более рентабельный маршрут. Допустим, 2 месяца там поработал, заработал, обратно на свой маршрут, то есть лизинг заплатил и так далее, чтобы они смогли заработать и так далее. Ну и самый главный момент – это осуществление перевозок под одной лицензией в лоте. То есть, да, сейчас у нас каждый предприниматель, то есть практически это каждый автобус, он же и П бывает, водитель, да, он же и П, имеет свою лицензию, то есть каждый сам себе хозяин. Поэтому, если возникают какие-то моменты, споры с директором маршрута, он может просто покинуть маршрут и перейти на другой маршрут. Никто ничего не сможет ему сделать. Теперь же в условиях контракта это будет запрещено. И теперь этому предпринимателю придется работать под лицензией этого директора маршрута, что позволит директору, ну, так скажем, более лучше осуществлять контроль по пассажирским перевозкам. Ну и будет какой-то рычаг вот здесь, так скажем. Потому что у нас, ну, как мы видим из практики, да, очень много сходов, очень много людей, которые, ну, болеют там, да, или какие-то разные причины. То есть ответственность, она такая очень низкая, так скажем, да. Есть, конечно, автобусники, предприниматели, которые очень ответственны, когда выходят, но есть и такие, которые от этого отходят и, ну, относятся к этому лишь как к заработку. Вот. Также мы в рамках вот этой маршрутной сети решили, так скажем, улучшить наше автобусное сообщение в городе Якутске, пользуясь моментом, да. Ну, вот это про это мы как раз после рекламы и расскажем. Давайте. Сейчас буквально на несколько минут мы отойдем, отдохнем, передохнем и продолжим наш разговор. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы продолжаем нашу беседу с руководителем городской транспортной службы окружной администрации города Якутска Эдуардом Юрьевичем Садовниковым. И у нас телефонный звонок. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Валерий Иванович Марье. Да, Валерий Иванович, я вас узнала сразу. Ага, я вас тоже всегда узнаю. Спасибо. В общем, у меня вопрос такой вот конкретный, серьезный. Я сам в городе вырос. Я с Покровской, вы же знаете, здесь 70 километров, как господи. Учился, столица наша Марья. И вот человеку, который транспорт там сейчас возглавляет, я хочу вот такой вопрос задать. Ну, конечно, у меня вопрос всегда, вы же знаете, какие они. Эдуард Юрьевич зовут. У нас, ага, вот среднеазиатская диаспора все время там рулила. Вы все знаете. Весь транспорт был среднеазиатами заполнен. Вот сейчас я говорю, как вот сейчас у нас категория D, конечно, это водитель. Я сам до САФИ обучал все время людей. Я знаю, что это такое. А, Б, С, Д. Категория D. И вот все время были, вот поедешь, и среднеазиаты были, ну, мигранты, как говорится, работали. А сейчас вот у нас как обстановка стоит-то? Якуты хоть работаете или нет? Неужели так? Вы такие хорошие условия создали, сказали, что все будет им. И санатурные даже лечения будут им все пообещали. Бесплатное обучение. На категорию D, ну, автобусников не хватает. Ясно. Мария, ты понимаешь меня? Да, конечно. Ага, вот сейчас среднеазиаты, как у нас, контингент какой? Ну, как мигранты могут в Якутии работать, среднеазиаты? Полностью все автобусы по Зарвейску еще. Это самое же ответственное. Я сам до САФИ учу, я знаю, что это такое. Вот сейчас нам. Что это пассажирская перевозка? Какие дети? Старики. Спасибо за вопрос. И здравствуйте. Ну, на сегодняшний день у нас, получается, водителей на общественных трансах, на маршрутах, ну, так скажем, гостей из Средней Азии, да. Не так много, в самом деле, да. Как я уже сказал, у нас во время ковида большинство, практически, наверное, процентов 80, они все уехали отсюда, да. Или начали заниматься другим бизнесом, другой работой. Ну, все равно остается процент примерно около, наверное, 10-15 процентов. Это у нас граждане Киргизии, граждане из Таджикистана, Узбекистана. Ну, они практически все имеют гражданство Российской Федерации. У нас таких лиц, которые по патенту работают, нет. Ну, и сейчас законы у нас по иностранным гражданам. Да. Вот у нас еще один звонок. Возьмем. Алло, здравствуйте. Да. Я Ирина звоню и хочу это узнать и задать вопрос. Вот автобус номер 15 вообще в связи с реформой, вот, и модернизацией хотят вообще убрать. Мы живем в дачном участке, это по улице Билибина, Устах, Избекова, конечная остановка круговая. Этот район у нас в основном дачный. Здесь очень много пассажиров, школьников, студентов и пенсионеров. Здесь ходят по данному маршруту автобус номер 15 и 41. Пожалуйста, очень просим, чтобы не меняли этот маршрут. И так как у нас конечная остановка, это надо идти полкилометра до следующей остановки. А какого, вот, школьникам, студентам, которые учатся? Спасибо за предложение, вопрос. Да, сейчас, спасибо за вопрос. Да, 15 маршрут мы планируется отменить, поскольку данный маршрут, ну, имеет не совсем хорошие показатели, так скажем, да. Он довольно-таки протяженный маршрут, имеет на выход на линию всего 10 автобусов в ежедневном порядке. Это очень мало для нашего города Якутска. Минимум должно выходить 15, а то и 18 машин в ежедневном порядке. Вот. Вместо него будет запущен маршрут номер 12, да. Но по улице Устах-Избекова, вот на этом отрезке, будет именно курсировать только 41 маршрут. Этот маршрут будет усилен коллегами из двух других маршрутов. Это маршрута номер 3 и маршрута номер 4. То есть, да, автобусы будут, они будут усилены этими маршрутами, то есть резервами. То есть и будет ходить чаще. Также у нас сейчас по улице Устах-Избекова, далее туда, да, на улицу Чайковска, если не ошибаюсь, да, у нас планируется работа по обустройству улично-дорожной сети. И мы уже сейчас уже планируем, возможно, какой-то сквозной маршрут, да, в будущем туда запустить. Сейчас об этом очень хорошо, ну, и все это изучаем, аналитику все это, да, по пассажиропотоку, возможно, да. Мы знаем, что там только в основном частный сектор, в большинстве случаев, но не оставляем такого момента, чтобы не запустить туда маршрут, да. Если уличная дорожная сеть дальше будет продолжена, работа будет проведена, мы планируем туда запустить какой-то подвозной, возможно, маршрут, да, специально для, вот, жителей частных секторов, да. Как раз-таки у нас в рамках научно-исследовательской работы у нас будет введен новый тип маршрутов. Это тип именно подвозной автобус, который будет курсировать по мало, так скажем, заселенным, да, или по тем местам, где у нас маленький пассажиропоток, но пассажиры все-таки есть, да, или труднодоступно, где куда туда красный автобус, вот большой, да, в красный автобус не заедет. Может, будем вывозить оттуда людей, да, маленьких, более, автобусов более меньшего класса, да, и они будут, маршруты короткие, и будут довозить людей до транспортно-пересадочных узлов, которые мы хотим оборудовать, то есть, да, и они уже там в рамках вот нашей работы, да, мы планируем, что пересадка первая будет при введении новой маршрутной сети в будущем, да, не в этом году, но в будущем, когда этот тип автобуса будет введен, будет бесплатно в течение часа, как бы так. Ну, если мы уже начали по вопросам, то у меня еще, знаете, какой вопрос я отфильтровала, вот в этом перечне вопросов, четверка. Зачем убирают четверку с проспекта? Это маршрут, имеет многолетнюю историю, менялись генсеки, президенты, общественный строй, а четверка, как ездила с залога в порт, так ездила, вот такой вопрос. Ну, здесь, по большому счету, четвертый маршрут практически, ну, не изменяется, он частично, он также будет ездить по своему маршруту, единственное, что по проспекту Ленина, да, он раньше ездил, теперь же он вместо проспекта просто по параллельной улице поедет, по улице Орженикицы. Это для чего делается? Это делается для того, чтобы нам разгрузить проспект Ленина от обилия маршрутов, да, у нас, если на проспект проехать, да, бывает там в часы пик, сразу там 6-5 автобусов приезжает, такая пробка очереди, да, и вообще у нас сам проспект Ленина очень перегружен обилием транспортных средств и так далее, да, неправильной парковки и так далее. Поэтому, когда заходят еще туда все практически маршруты, а у нас проспект, это вот исторически сложившийся, кстати говоря, транспортно-пересадочный узел, это единственное, одно из таких единственных мест, где у нас пересекаются практически все городские маршруты, за исключением некоторых там трех периферийных маршрутов. Вот поэтому мы и люди нам также обращались, да, вообще в течение года, даже сейчас вот на прямых эфирах и у главы, и у заместителей поступают эти вопросы, почему у нас автобусы, именно хорошие автобусы, да, не ездят по параллельным улицам, там же тоже нужна, ну, нужна транспортная доступность. Поэтому мы этот момент, конечно, рассмотрели, и как первым этапом мы направили туда маршрут номер 4 на улице Роженикидзе, и в рамках изменения вот маршрутных сетей мы направили на улицу Ярославского маршрут номер 14. Он ездил как раз-таки там в период перекрытия дорог, ну, ремонта дороги проспект Ленина, и очень себя показал, людям полюбился, особенно людям, которые проживают в 203 микрорайоне по улице Хабара, когда 14 ездил в рамках объездного пути по этой дороге. Поэтому мы этот момент не оставили без внимания, и людям навстречу пошли. Ну, мне вообще кажется, что это просто, наверное, скорее всего, вопрос от силы привычки. Привычки, привыкли на четверке ездить по проспекту, допустим, да, а адаптироваться, переадаптироваться очень сложно некоторым людям, да, это понятно. Но дороги строятся, город растет, расширяется, пассажиров потолка у нас все больше и больше. За последние пять лет у нас численность населения выросла, по-моему, если не ошибаюсь, почти на 46 тысяч человек. Понятно, что у нас появляются новые места социального притяжения, новые парки, сферы, да, школы, детсады и так далее. Новые дома застраиваются, наверное, ну, все люди, наверное, видят, наши горожане, да, как идет такая плотная застройка. Вот, поэтому с изменением вот этих вот социальных мест притяжения у нас должна меняться, конечно, и маршрутная сеть. Не может быть так, что с 90-х годов она просто так и должна оставаться. Конечно же, там, где нам необходимо исходить из большинства потребностей населения, мы должны перенаправлять нашу главную артерию в маршрутную сеть. О новых автобусах поговорим, потому что уже, я так понимаю, если мне память не изменяет, в два этапа город Якутск получил, да, вот это вот целое, обновил. Да, ну, получается, у нас, ну, сами знаете, да, автопарк довольно-таки устарелый, да, особенно вот у частных перевозчиков в настоящее время, да, автобусы ПАС, да, в основном курсируют. И уже с 22-го года мы начали планомерно эту работу при поддержке Илдархана Асина Сергеевича. Мы, значит, обновили в 22-м году, закупили 100 новых автобусов, полностью обновив автопарк муниципального предприятия ЕПАК. То есть у нас по пригородным маршрутам и по межмуниципальным маршрутам, а также по некоторым городским, которые мы новые запустили. Это 100 маршрут, это маршрут номер 1, и сейчас еще новый маршрут появится, номер 11, который будет осуществляться. Они все будут осуществляться новыми низкопольными автобусами большого класса марки «ЛиАЗ» и «КВЗ». Автобусы оборудованы дополнительными отопителями, да, не менее пяти, по-моему. Есть кондиционер, который очень полюбился людям во время празднования национального праздника СЭХ, да, когда в пробках, ну, видишь, но зато работает кондиционер, ну, как-то свежо, да и вообще в целом, да, людям полюбился это в летнее время, да. Автобусы оборудованы специальными пандусами для маломобильных групп населения, а также людьми с колясками и так далее, да, с детьми. Вот. Автобусы большого класса, они вместимостью, ну, почти что до 110-120 человек, да, вот, поэтому очень удобны они. И также мы в 22-м году обновили часть, там, закупили 35 автобусов для частных перевозчиков. Это автобусы марки «Вектор Некс», это автобусы среднего класса, да, вместимостью там до 55 человек. Тоже низкопольные, тоже имеют кондиционеры, дополнительные отоплители, тоже двойное остекленение, зимний пакет, да, полностью для нас был сделан, сделаны эти автобусы. И в этом году также при поддержке правительства, значит, да, и наших коллег, частных перевозчиков, которые взяли лизинг, это, да, мы субсидировали, значит, по 3 миллиона на один автобус. И нам удалось закупить автобусы среднего класса марки «Волгобас». Вот, в этом году они были выданы официально, ключи водителя, автобусы уже, в принципе, распределили и уже курсируют по городу Якутску. Всего у нас за эти годы было обновлено 124 единиц техники. Как я говорил ранее, нам еще надо купить порядка 260 единиц техники. Поэтому мы сейчас уже работаем, это у нас есть план, соответствующий по обновлению. И до 27-го года мы планируем полностью обновить весь парк частных перевозчиков. В этом моменте тоже стоит отметить, что все автобусы, которые сюда дают, они все отечественного производства. Да, все отечественного производства. И еще плюс, они практически доказали же в эту зиму, что они вообще очень приспособлены к нашим. Да, и в плане экологии они очень выгодны. Они, во-первых, все на газу, на метане, поэтому и на природу влияют. И в городском режиме это очень хорошо, когда загазованность меньше, конечно. Тут у меня еще вопрос, который поступал. Я отфильтровала пассажиров Борисовки-1 и Борисовки-3. Вот там у них убрали маршрут 6, а как дети должны ездить в школу, тем более тут такая идет застройка. И также Борисовка-1, вот, да, теперь опять же должны, почему маршрута 6 нельзя было оставить конечку. Да, ну, значит, на Борисовке-1, значит, у нас ранее курсировала до туда конечная остановка базировалась маршрута номер 6. И теперь она будет изменена на конечную остановку по улице Три Сосны. Однако на Борисовку-1 и вот на Борисовку-3 как раз-таки будет заезжать новый сформированный маршрут номер 12. Он будет находиться в лоте как раз-таки с коллегами из 6 маршрута и с коллегами из 35 маршрута под руководством единого директора маршрута. Соответственно, маршрут также будет усилен резервами, и интервал мы планируем, что у него будет порядка 10-15 минут. И при этом это не единственный маршрут, который курсеет у нас в Борисовке-1. Да, если по Хатумирасскому шоссе 25-й это был единственный маршрут, да, жизненно важный маршрут, и он показался не очень хорошо, то теперь мы предлагаем для жителей хороший усиленный маршрут, и там и новые автобусы курсировать марки Vector Next. Поэтому, я думаю, жителям полюбиться надо лишь сейчас накатать нам эту маршрутную сеть. У меня еще вот тут вопрос по пригороду. Почему маршрутов мало? По пригороду? Ну вот смотрите, если так посмотреть, у нас по пригородным направлениям нет ни одного участника. Ни один частный автобус у нас не едет на пригородное направление. Почему это? Потому что это невыгодно, нерентабельно. Как я уже до этого сказал, да, у нас вот старую табагу себестоимость 185 рублей, да, а одного пассажира перевезти у нас за наличный расчет, это еще 85 рублей. За наличный расчет у нас практически сейчас народ не ездит, около 10% всего лишь, все оплачивают картами, проездными и так далее, школьными, поэтому себестоимость невыгодна просто, поэтому частный перевозчик туда не заходит, и мы вынуждены для обеспечения транспортной доступности запустить туда муниципальные автобусы, потому что мы понимаем, что для людей это единственный способ добраться, единственное автобусное сообщение, так скажем. Хотел бы еще узнать вопрос по 110 маршруту. Ага, ну не совсем так, не 110, он 11 маршрут будет, да, 11 маршрут, да, 11 городской. Да, он будет запущен у нас, кстати, вот в ближайшее время, да, возможно, даже на этой неделе мы планируем. Подготовительные работы мы вели, ну, в принципе, довольно-таки долго, да, находили кадры, водители, автобусы готовили, маршрут разрабатывали. Значит, вообще у нас несколько задач стояло. Это удовлетворить потребность и обеспечить транспортную доступность жителей, проживающих по улице Пятициот. Они очень долго ждали свой автобус, и мы даже пытались им запустить 101-м пригородный маршрут со старой табаги. Ну, так как интервал был, немножко увеличился, поэтому мы этот момент откатили. Также у нас стоит задача, стояла задача запустить отдельный маршрут для села Пригранного. Сейчас у них, к сожалению, своего автобуса нет, да, у них туда заезжает автобус, который курсирует с села Хатасов. Вот, поэтому в ближайшее время мы запустим вот для них, или как раз-таки в большинстве случаев для жителей, села Улица Пятициот, новый 11-й городской маршрут. Будем теперь следить за новостями и смотреть, когда это происходит. Да, опубликуем скоро. Да, спасибо большое. И у вас просто тут уже к концу нашей передачи есть одно предложение, оно у вас в перечне стоит. Для меня он тоже показался интересным. Ночной маршрут сделать надо. Хотя бы через час пусть ходит. Только по какому пути, какой маршрут тут не указали, ну, просто как вам, да, вот руководителю службы транспортной. Хорошо, обязательно рассмотрим. Как бы тоже, как бы необходимо. Хорошая идея. Спасибо большое. Спасибо большое телезрители, радиослушатели. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова